Не дать не взять, а везет мне на различные инструменты. На медне был на барахолке, приобрел всего лишь за 2 доллара вот такие ножницы по металлу. Столь низкая цена обусловлена их абсолютной неработоспособностью. Следы повреждений и очень активной эксплуатации повсюду. Откручиваю повидавшие виды крепежный болт, соединяющий две половины ножниц. Следующее, что потребуется, это какой-либо материал с ровной поверхностью. Это может быть отрезок ДВП, ДСП, фанеры или даже стекло. С помощью струбцин закрепляю этот самый материал на столе. Наклеиваю две полоски двустороннего скотча. И фиксирую к нему наждачную шкурку зернистостью 120. Стоит отметить, что лучше использовать именно шкурку, а не наждачную бумагу. Все дело в том, что шкурка гораздо более устойчива к износу. И не порвется в неподходящий момент. Поскольку нас ожидает длительный процесс взаимодействия с наждачной бумагой, я дополнительно защищаю руки с помощью мыла. Немного воды и хорошенечко натираю руки. Данный способ я часто использую при изготовлении адресников для животных. Если вы проживаете в Украине и у вас есть домашний питомец, можете заказать у меня адресник. Для связи со мной можно использовать инстаграм или электронную почту. Разумеется, дополнительно я буду использовать еще и перчатки. Вот такие гламурные. Чем гламурнее перчатки, тем качественнее будет работа. Результат работы. Теперь совершаю поступательные движения, приложив одну из частей ножниц к наждачной бумаге. Очень важно стараться прижимать ножницы равномерно, для того, чтобы получить нормальную плоскость. Спустя некоторое время довольно продолжительного шлифования, меняю наждачку зернистостью 120 на наждачку зернистостью 240. Разумеется, данная работа довольно утомительная и требует много терпения. Поэтому, как говорил товарищ Ленин, лучше всего время от времени менять занятия. В качестве психологической разрядки я решил заняться крепежным болтом. Восстанавливать болт считаю верхом невоспитанности и отдам предпочтение изготовлению нового. В качестве материала буду использовать шестигранник из латуни. КОНЕЦ 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 Шлифовку завершаю наждачной бумагой 600 номера К слову, сосед припер еще одни ножницы Это как в случае, если вы мастер по ремонту телефонов или какой-либо электроники Сразу же возникает целая куча знакомых, у которых срочно что-то поломалось Поскольку добраться наждачной бумагой в существующие выемки невозможно Прохожусь бормашиной с алмазной насадкой С помощью салфеток, смоченных в бензине калоша Тщательно обезжириваю каждую из половин ножниц В подходящей емкости подготавливаю крепкий раствор лимонной кислоты На 2 литра воды примерно 100 грамм лимонной кислоты В раствор погружаю ножниц Спустя примерно 20 минут извлекаем детали и протираем их салфеткой То есть удаляем часть покрытия, которая не держится И снова погружаем Спустя примерно час извлекаю детали, протираю салфеткой и высушиваю Стоит отметить, что такое покрытие не является полноценной защитой от воздействия различного рода негативных факторов Не является оно также и полноценной защитой от коррозии Сделано оно в большей мере для придания более привлекательного эстетичного вида Вскрываю контрацептив Пригодится И имеющейся смазкой смазываю места будущего трения После этого скрепляю две половинки друг с другом с помощью болта С обратной стороны также устанавливаю шайбу, шайбу гровера и гайку Затягиваю до момента, пока ручки инструмента не будут перемещаться с определенным усилием Тест произвожу на бумаге Если ножницы способны резать обыкновенную бумагу, значит они смогут резать и любой листовой материал Могу с уверенностью утверждать, что время и усилия, затраченные на восстановление этого инструмента Были потрачены не впустую На данный момент стоимость аналогичных ножниц по металлу довольно высока Ну, если, конечно же, не учитывать пластилиновые китайские собраски Хотя, конечно же, далеко не все инструменты Советского Союза могут похвастаться нормальным качеством и работоспособностью в целом Пишите свое мнение в комментариях, делитесь дельными советами Но посран, как всегда Всего хорошего, пока